Всем привет! С вами Ольга Чернова. Хотя у меня нет ни минуты свободного времени, хочу показать вам, как выглядит мой огород сегодня, 3 сентября. Я каждый день борюсь с урожаем. Ну, как объяснить, борюсь. Ну, собираю томаты спелые. Одни собираю, другие опять поспевают, снова собираю, еще и еще. Основная вся работа почти закончилась. Но еще много засолочных, мелкоплодных томатов, которые еще нужно собрать и переработать. Вот видите, вот такие кусты. Нижние кисти все обобраны, а верхние еще все в плодах. Работы еще много, несмотря на то, что уже сентябрь. Но у нас, несмотря на то, что год нынче был не очень хороший, не очень благоприятный, урожай выдался неплохой. Видите, некоторые еще, ну, как много, вот как, например, сливки еще много. Некоторые кусты вот я вообще уже убрала полностью, вызрели, отдали урожай. Я их садила неравномерно, чтобы собирать постепенно. Но нынче такое огромное количество урожая, что оно на меня обрушилось. Я не ожидала такого количества, потому что нынче посадила немного побольше кустов. И если честно, я с ними не справляюсь. Каждый день, ну не каждый, через день выхожу, собираю. Вот сегодня опять собрала. Тут они не рассортированные. Теперь мне все их нужно тащить домой, мыть, сортировать крупные красивые семена, которые бракованные там еще на что-то. Сейчас расскажу про сорта. Вот нынче, как у меня получилось, те сорта, которые успели вызреть до града, тех семян будет очень много. Это наши сибирские вот Демидов, Настенька, Жаростойкий, Алтайский сюрприз, которые должны были вызреть позже, крупноплодные. Те по белоградам, этих будет мало. Таких как Золотые, Купола, Кенигсберг. Там еще какие-то, но я потом помечу, которых будет много. Ой, мало и много. Очень много, вот видите, оранжевые, очень много оранжевых томатов. Нынче столько много наспело оранжевых томатов, как никогда. Почему-то им не град, ничего не страшно. Много вот бычий лоб, хорошо назрел. Вот уже последние, и то они такие крупные, хорошие. Алтайский розовый. Очень много томатов пальчиковых нынче, потому что им град не страшен. Вот видите, я до сих пор собираю эти пальцы. Пальцы, черри всякие. И вот хочу вам сказать, что нынче урожая много, но он получился неравномерный. Те, которые были раньше, ранние сорта, получилось их много, потому что они до града у меня поспели, которые после града, тех получилось мало. Так что придется немного корректировать мне потом все это. Каких-то будет семян очень-очень много, а каких-то нет совсем, но которые я уже убрала из каталога. И некоторых будет мало, в неограниченном количестве. Но даже если вам... Ой, я так и болею. Даже если вам не достанутся какие-то крупноплодные, такие, как, например, Анжела Гигант там, или золотые купола, вы их сможете купить в любом магазине. Главное, что вам достанутся ранние вот эти скороспелые, сибирские, стойкие мои сорта. Их очень много нынче, потому что они у меня были и в теплице, и на улице. Демидов, Настенька и Ринет достанутся всем желающим. Не выхожу на страницу, потому что некогда. Вы сами видите, вот это вот изобилие, это обилие, на меня обрушился этот урожай. Я даже рискую своим здоровьем каждый день здесь и в дождь, и в жару. Шарю все это, собираю, чтобы ничего не сгнило, ничего не испортилось. Сортирую, мою, давлю семена, их высушиваю. Все платежи ко мне приходят, не расстраивайтесь. Скоро все это закончится, вот этот весь кошмар томатный, который на меня обрушился. И я начну вплотную работать с заказами. Все заказы получите в срок. Единственное, что потом придется подкорректировать, может быть, кому-то ассортимент. Поздний спелых и крупноплодных будет чуть-чуть поменьше, чем ожидалось. А ранних пальчиковых и скороспелых будет в достаточном количестве. Все. Желаю всем получить хороший урожай, но он уже, конечно, получен у всех. Сохранить, переработать и начать готовиться к следующему сезону. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Ой, и мой вот этот вот огромный урожай, который меня уже, если честно, я так устала. Спасибо.